Здравствуйте! А почему ты этим заинтересовался? Откуда интерес к этой теме? И есть ли подобные аналоговые разработки в мире? В явном виде аналогов нет. Есть какие-то решения, которые осуществляют защиту данных, но сейчас пока мы первые, кто занимается вопросом безопасности при передаче и продаже этого продукта. Как пришли… Ну да, как идея, откуда вы взяли это? Вы, наверное, мониторили эту тему. Ну, сейчас тема защиты информации крайне актуальна. Да, очень актуальна. И вот в поиске какой-то ниши, которую можно было бы занять, изготовить свой продукт, просмотрели рынок и нашли пустое место. Но это не является защитой персональных данных, да? Нет. Немножко другой, да? Это здесь мы защищаем именно передаваемую информацию. Но это должно быть интересно бизнесменам, видимо, да, спецслужбам, да, которые передают какую-то секретную информацию. Я так понял? Ну да, главная ориентация нашего проекта – это на бизнес, для которого критична ценность их информации в каком-то именно временном промежутке. Это как понять? То есть на какой-то период вы даете гарантию, что их файлы будут защищены, да? Да, именно так. Вы можете выбрать произвольный нужный вам период, в ходе которого ваши данные не должны попасть злоумышленнику. И, собственно, за это время мы гарантируем, что они не смогут ими воспользоваться. А скажи, для этого пишется какая-то программа? Как это вообще выглядит? Это симбиоз аппаратных и программных средств. То есть для использования нужен аппаратный ключ, на котором будет происходить шифровка информации. А вот именно за отправление, получение, распределение потоков данных отвечает программная часть. Разработкой этого проекта вы занимались в этой лаборатории, да, это сказал, или как она у вас называется? Конструкторское бюро. Конструкторское бюро, да? Немножко расскажи, что это такое. Это у вас на факультете находится? Ну, это университетское конструкторское бюро робототехника, где реализацией каких-то своих проектов занимаются непосредственно студенты при поддержке руководителя этого конструкторского бюро, не руководителя, а куратора Белозерских Василия Вениаминовича, который осуществляет помощь студентам при решении и реализации их проектов. А много ребят, которые занимаются реализацией своих проектов, ну, желающих, в конце концов, прославиться вот таким образом? Занимается много там у вас? Занимается не так много, как хотелось бы, но есть желающие, это энтузиасты, студенты, которые либо придумали свой проект, либо которые не знают, что реализовать, но у них вот есть желание какого-то научного поиска, реализации каких-то проектов. Вот им захотелось поучаствовать в этом, и они присоединяются. Есть разнообразные проекты в разных совершенно сферах. Ну, например, есть проект по обучению робототехники детей с помощью конструкторов Лего. есть проекты, связанные с Кинектом. Это совместный проект с другими факультетами. С биологическим, да? Это вот там вплоть до создания каких-то рук-ног, да, протезов, да? В дальнейшей перспективе, да, когда проект будет сделан. Интересно на самом деле. А вот скажи, это же твой первый проект, да? Вот как ты сразу, или у тебя все-таки было несколько до этого проектов, и потом ты уже вышел вот с такой вещью, что не боишься показать экспертам из Сколково? Нет, это полностью мой первый серьезный такой проект, да. И я подумал, посоветовался с куратором, и мы решили, что да, в принципе, проект хороший, почему бы не попробовать свои силы. И ты уже, насколько я знаю, показал кому-то, да, из этих экспертов, которые сейчас работают у нас в городе, да? Они тебе помогли немного оформить его, да, или что? Да, уже прошли, так сказать, собеседование. Можно было свободно подойти к кому-нибудь из судей и посоветоваться насчет своего проекта. Дали очень ценные рекомендации, в том числе и как лучше выступить, и как подать проект. Да, и, кстати, уже прошло несколько лекций в мастер-классах, ты на них тоже присутствовал. Расскажи, насколько важно подобное общение и вообще приезд к нам в городе, в город экспертов такого уровня? Это крайне важно, потому что помогает показать людям, что их проекты, которые, казалось бы, сложно реализуемы, вполне могут быть реализованы. Все эксперты, которые приехали, достаточно хорошие специалисты в своем деле и дают качественные, хорошие советы, которые можно уже завтра использовать на презентации. Сергей, удачи тебе. Хочу, чтобы ты победил в этом конкурсе и чтобы мы гордились тобой, говорили, что ты вот наш земляк, и Сколково, чтобы приобрело такого замечательного специалиста. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что на вас в гостях был участник стартап-тура «Открытые инновации» студент физико-технического факультета Алтайского государственного университета Евгений Зубков. Спасибо за внимание. До встречи.